Привет, с вами Orange. Сегодня мы поговорим о портативной игровой приставке, которая есть практически у каждого из нас. Поехали! Портативных консолей на рынке очень много, выбирай не хочу. Это и старенький Game Boy, и Nintendo DS, и новенькие Switch, и, конечно же, великолепная PSP и PS Vita. Что же все эти консоли объединяет? Ну, прежде всего, на мой взгляд, это, конечно же, отличная эргономика. Все эти консоли отлично лежат в руках, ими удобно пользоваться, великолепные клавиши, бамперы. То есть ты, когда играешь в них, ты не ломаешь себе руки, ты действительно наслаждаешься процессом. И, конечно же, у каждой из консолей есть свои интересные эксклюзивы, свои интересные игры, которые разрабатывались непосредственно под саму консоль. И под играми я подразумеваю действительно полноценные игры, в которые было сложно и интересно играть, в которых были уровни сложности. Это не тот казуальный ширпотреб, который сейчас выходит на телефоне, где тебе максимум, что надо делать, это свайпать влево или вправо, ну и просто тапать по экрану, чтобы открыть очередной лутбокс. Если вы хотите погрузиться в настоящий портативный гейминг, но по какой-то причине вы не можете позволить себе купить консоль, либо просто не хотите покупать портативку, то, возможно, мой вариант вам придется по вкусу. Я сегодня вам расскажу о достаточно интересном гаджете, о таком маленьком портативном геймпаде. Компания специализируется на маленьких геймпадах, которые оформлены в интересном визуальном стиле старых консолей. На сайте также есть переходники для старых консолей и крепежи для телефонов. Мне больше всего понравился геймпад, который был выполнен в стиле Nintendo Entertainment System. Несмотря на свой миниатюрный размер, геймпад очень удобно лежит в руке. Конечно, он никогда не сравнится с полноценными большими собратьями от Sony, либо от Xbox, но тем не менее играть с ним достаточно удобно. Геймпад может работать через USB провод и через Bluetooth. Как заявлено производителем, геймпад можно подключить к Android устройствам, к iOS, к Mac, Nintendo Switch и, конечно же, к Windows. Я потестировал геймпад на разных устройствах. К Android подключается все отлично, идеально, я бы даже сказал. Чтобы подключить его к Windows и нормально поиграть, то нужно немного похимичить софтом. Что же касается iOS, то здесь все очень печально. Я пытался подключить к двум разным iPad, к двум разным iPhone, причем у них у всех были разные прошивки. Естественно, они все были официальные. И нет, ни к одному устройству я подключить на операционной системе iOS я не смог. И в интернете тоже народ пишет, что почему-то не подключается. Что же касается Mac, у меня его нету, поэтому я не смог протестить. И свеча у меня тоже нету. В коробке написано, что в принципе, да, он работает. Можете спокойно поменять режим и подключить. В интернете народ пишет, что все отлично работает со свечом. Вместе с геймпадом кладут USB провод и бесполезный, но круто сделанный металлический брелок. Сборка устройства отличная. Я когда его только распаковал, мне прям хотелось его держать в руках. Настолько он тактильно был приятен. Клавиши все сделаны очень качественно, очень хорошо. Потому что они немножко жестковатые. Ну, это сугубо мое мнение. Кто-то, я думаю, кто играет на тех же китайских геймпадах, даже в принципе не обратит на это внимания. К тому же, скорее всего, со временем все клавиши будут становиться мягче. Что же касается грибков, они здесь очень классно сделаны. Они напоминают мне PS Vito. Они также прорезинены. По тактильным ощущениям они очень похожи. То есть это, по сути, полноценные грибки, на которые единственное только нельзя нажимать. У геймпада есть 4 бампера. Они специфично расположены, и к ним надо немножко привыкать. Но пользоваться ими достаточно удобно. На Windows я специально протестировал геймпад на играх разного жанра. На гонках, на стрелялках от третьего лица, на слэшерах. И больше всего дискомфортно мне было именно в стрелялках от третьего лица. То есть в той же Ларри Крофт целиться бегать, ходить было не очень удобно. Из-за того, что грибки достаточно маленькие. И, соответственно, они чувствительны. То есть к этому надо привыкать. И определенный дискомфорт поначалу это может создать. Конечно же, как я уже говорил, никогда этот геймпад не сравнится с полноценным большим геймпадом. Поэтому я сразу понял, что, по сути, его первоначальная идея – это портативный гейминг. И, соответственно, в Android он уже себя раскрывает просто на все 100%. Лично для меня. Когда я тестировал геймпад на Android, то я сталкивался с совершенно разными случаями. Где-то геймпад идеально отображался. Где-то он отображался криво, но можно было переназначить клавиши. Где-то игра в принципе не поддерживала геймпад. Но действительно раскрылся этот геймпад для меня именно в эмуляторах. Первый – это эмулятор от геймбоя. Второй – это эмулятор от PSP. И в обоих случаях геймпад работал великолепно. Плюс, если тебе что-то не нравится, ты всегда мог переназначить кнопки. И многие сейчас, наверное, захотят написать в комментариях, типа, Воу-воу-воу, Orange. То есть ты все это видео подводил просто к эмуляторам, которые так можно запустить на телефоне и спокойно поиграть на тачскрине. Но нет, к сожалению, нельзя поиграть на тачскрине. По той простой причине, что многие действительно интересные хардкорные игры, они требуют как минимум, чтобы ты одновременно зажимал 4-3 клавиши. И как это сделать на тачскрине? Ну, типа, если ты, не знаю, сломаешь пальцы, то да, ты это как-то сделаешь. Но кайфа от непосредственно такой игры ты получать не будешь. Ты будешь просто проклинать все на свете. За что? Какого хрена вашу мать? Это безумие, черт возьми! А кто-то наверняка напишет, блин, да зачем эти старые игры? Кому они нужны, если сейчас есть какие-нибудь прикольные драки, не знаю, по Марвелу, по тому же Mortal Kombat'у можно скачать и радоваться этим лутбоксом, скинчиком и донатику с тремя, по сути, возможностями. Где ты можешь только атаковать, защищаться и делать какой-нибудь суперудар и радоваться жизни. По сути, на этом все строится вся механика боя. И для таких людей я могу сказать, что даже самые старые древние игры, они могут по механике быть гораздо интереснее, чем то, что сейчас выходит на просторах интернета для телефонов. Да даже на геймбое есть офигенный тейкен, который просто порвет сейчас любую драку с телефона. А про PSP я и вовсе молчу, там есть DevGem, Box, тот же Mortal Kombat, которые просто в разы и в разы интереснее и в разы круче, чем то, что есть сейчас на телефонах. Это все равно, что сравнить математику в первом классе и математику высшую в институте. Это вроде бы одно и то же, но когда ты начинаешь разбираться, ты понимаешь, насколько это просто два совершенно разных уровня. Геймпад действительно отличный, мне он очень понравился, и понравился именно в связке с эмуляторами он работает отлично, он действительно полностью раскрывается. Повторюсь, для именно домашнего гейминга на винде этот джойстик все-таки не совсем подходит, потому что вам будет не особо комфортно, но именно для портативного гейминга он подходит просто идеально, он действительно раскрывает себя. Что же касается как-то по смыслу подытожить, ну, собственно, ваш телефон может больше, чем вы думаете на самом деле, потому что сейчас мобильный гейминг, он настолько большой, в принципе, никогда не было настолько большого мобильного гейминга. Консоли это всегда была такая очень узконаправленная прерогатива, а сейчас играют все, да сейчас даже вот едешь в метро, и бабушки сидят и там гамывают во что-то, поэтому я хочу посоветовать вам все-таки выбирайте, во что вы играете, и не захламляйте свою голову каким-то дешевым, ненужным шерпотрепом. С лутбоксами и донатиком. Вот, как-то так. Напишите, ребят, ваше мнение, понравилось вам данное видео или нет. Может быть, напишите ваше мнение по поводу всей этой ситуации с мобильным геймингом. Да, я не отрицаю, что игры действительно классные на телефоны. Они иногда выходят, они иногда появляются. Та же серия Kingdom Rush великолепная, которую я обожаю. Вот, но по большей части, к сожалению, на рынке сейчас выходит много разного брахла. Вот, ну и на этой нотке уже хочется закончить. Все, давайте, ребят, пока. Кстати, совсем забыл сказать, что снизу есть ссылочка на мой инстаграм. Он очень скучный и неинтересный, так что, в принципе, я не обижусь, если вы на него не подпишетесь. Субтитры сделал DimaTorzok